МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На предприятии «Спартак» ведущий инженер-технолог Ирина Якимцова працует 34 годы. За этот час бачила разные обсталявания, а тому можа поравновывать. Линия по вытворжести тонкого шоколаду полностью автоматизованная, что выключает так званый человеческий фактор. Это даёт макшимость не только гарантовать якость продукции, а и экономить сыровину, за всё отказывая компьютер. По рецептуре мы отработали, заложили изначально всё. То есть всё по компьютеру мы перешли. Компьютером, который нам нужна, согласно рецептуре, нажали. И всё, идёт дозировка, дозировка шоколада, дозировка цукатов. То есть всё отрабатывается автоматически. Со смаком тонкого шоколада же хоры Беларуси были знакомые и ранее, а леон был выклюшно замежной вытворшести. Гомельский шоколад не только не соступая по якости, а леи больше таны на 30%. До того же, это импортозамешальная продукция. Определённый объём плиточного шоколада будет экспортирован в другие страны. Здесь будет импортозамещение. То, что мы провозили сегодня из Европы, провозили с других территорий, в полном объёме будем замещать именно своим продуктом. Сегодня спартаковская продукция поставляется в 19 краин свету. Спуском новой линии у предприемства з'является махчимость не только выходу на новые рынки, а ле и росту объёмов экспорту. И ещё один плюс – могутности кондитерской фабрики повеличиваются на 20%. Кожную годину на линии можно выраблять полторы тонны шоколада. При этом подчас распроцовки рецептуры имкнулися уличить смаковые приоритеты потенциальных покупников, у тем лику замежных. Если говорить о рынке Китайской народной республики, это один из приоритетных также рынков, это шоколады. Шоколады горькие, начиная с 56% содержания какао-продуктов и, конечно, заканчивая 99%. В нашей линейке 99% есть шоколад, в него не входит сахар, он для подсластителей идёт натуральная стевия. В прошлом году предприятие концерна «Белхаршпрам» вырабили больше 30 тысяч тонн импортозамешательной продукции. От товаров здорового харшования до продуктов худкого приготовления. Сирот вселетних задач – переразмеркование рынков. В первом квартале повеличены объёмы поставок белорусских кондитерских выработок Украины, Азии и Африки. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». С подорожника альбом «Метеорит» напереды дни у неба Гомеля зауважили яркую вспышку. Аналогичную подею в той же час описывали и жихары украинского Киева. Видовожцы сдевлены, бо не ведают, что это был за объект. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Прикладно, в 10 годин вечера гомельчане зауважили у небесвячения. Некоторые видовожцы небесного знака поспели снять тое, что отбылось на видео. Инших выблеск заспел с Днянацку. Вчера ехал вечером, часов в 10 вечера, проезжал через госпиталь, больницу. И увидел огромное, по моим меркам, огромное свечащееся тело с головой, так сказать, и хвостом длинным, ярким. С подшатком мужчина не поверил у тое, что отбывается. Вечернее небо зазяло, как новогодний фейерверк. Было страшно, да. Сначала я даже открыл в машине окна, остановил машину резко сразу, думаю, мне показалось или нет. У Городжан версии розные. Метеорит, сподорожник и навод ракета. Подходил к машине и заметил в небе вспышку света. Со стопроцентной вероятностью не могу сказать, что это было. Сначала я подумал, какая-то ракета, но взрыва не услышал, поэтому решил, что небольшое строит. А это виды из Киева. Тут невядомый объект у небес провоковал поветранную тревогу. Специалисты не выключают, что с Гомеля и украинской столицы одночасово были сняты розные космичные объекты. Это или два разных события, но очень близких по природе своей, о чем я скажу. Или это одно и то же событие, но снятое под разными углами, чуть ли не под 90 градусов одна съемка по отношению к другой. Однако одним ученые выполнены докладно. В обоих двух выпадках это не сподорожник и не его элементы. Я не все рухаются по круговых обои эллиптичных орбитах и траектория их руку больше покатая. Поэтому, скорее всего, что это какое-то небесное тело. Размером, я думаю, где-то так, несколько метров. Скорее всего, что это глыба какого-то льда водяного или водородного с каменистыми вкраплениями, но до земли не долетевшая, поскольку и в первом, и во втором случае в конце траектории отмечается яркая вспышка, то есть это произошел взрыв. Версию об тем, что упал сподорожник НАСА, американское агентство так само не подтвердило. На момент вспышки Йон Суэшес находился на орбите. Астрономы схиляются до варианта болида – это тело небесного походжения. Дмитрий Котов, Олеся Заяц, Александр Чарнышевич, телерадиокомпания «Гомель». Поводка цих грунтовые воды – одну из улиц Новобелецкого района Гомеля с початку года подтопляет водами невядомого походжения. Как мясцовые жихары справляются с капризами природы и в какие инстанции звертались. Протягте мы далее в сюжете. Игорь Норыков, який проживаю по улице Исаченко с проблемой подтопления, в першиню затыкнулся в студене этого года. Мужчина каже, что ни в 2013-м, ни в минулом году воды на участку не было. На данный момент она находится у дворы, гаражи, а самое головное – у доме под линолеумом. На пику досягала амаль 15 сантиметров. Выйти на улицу можно было только в ботах. Да и сейчас без их не обыстися. Во всей этой ситуации мы понимаем, что во всем городе это. Но поводок начался недели две назад, стал отопить. А мы уже четвертый месяц в воде. Надо разобраться, если необходимо, сделать и дренажную систему, водоотвод какой-то или что, чтобы люди не страдали. На сегодняшний день супруга у меня воду моет в тазике, как раньше бабушки мыли, в древние времена, чтобы не забивать канализацию, чтобы можно было как-то помыться и постирать белье. Внутри дома семьи Нориковых на стенах грибок. Пол литерально пошел хваляй. Двери в покой зачиняются с намаганием. Когда вода уже заполнила и подполье, у нас поднялись полы. Например, дверь в комнату, которая свободно ходила. Сейчас мне надо прилагать усилия, чтобы ее открыть и чтобы ее закрыть. У Алены Дзимеденко, суседнего дома, проблемы начались с зарастованием снега. Вода стояла у огорода и доме. Врешті з огородой она не заходить и до этого часу. Уже поспела загинуть немало рослин. Даже анчины не могут приехать унуки, бо у доме волкасть. Отколь поступает вода, Алена не ведает. Вода поступила в самом начале весны. Даже это было зимой, когда снег ростовал, сразу начинался потоп. Во дворе полностью вода, весь огород залит. Пропали все деревья у нас. Животные, собаки, все страдают. Обращаемся всей улицей, чтобы нам сделали какую-то ливнелку, чтобы можно было как-то достойно жить. У Миколая Сычева с шостого дома вода стоит у склепи гаража. За Вильготе потрескались стены. Мужчина переживая за дом. Як бы зим не здарвилось то же самое. Погреб у нас металлический, оно через верх течет. И когда это перестанет, никто не знает. Ну а здесь просто влага держится. Гараж шлаковый. Он намок и опустился весь. И когда он сейчас будет ремонтироваться, никто не знает. Проблема подтопления актуальна, практична для усих местовых жихоров. Когда вода поднимается до критичной отзнаки, люди выкликают подразделения МНС, которые делают отпомпование. Со студеней выротовальники приезжали шесть разов. Однако причина подтопления до этого часа неведомая. У администрации Новобелецкого района лечат, что причиной бед местовых жихоров является узнятие узровню грунтовых вод. Будовництво дождевой канализации селита по улице Исаченко не плануется. И проблема застаётся невырешенной. На жаль, подчас подрыхтовки материалу отримать особистый отказ от керавництва администрации Новобелецкого района не удалось. Миколай Зайцев, Игорь Марыщенко, Телли, Радио Компания «Гомель». В «Гомеле» стартовал другой этап школы молодого керавника. Головная задача – подрыхтовать новых лидеров для сферы АПК. Сегодня на первой вочной сессии молодые аграры выучали модуль агрономия, агрохимия. Выкладчики Сельгаз-Академии рассказали будущим керавникам о сучасных тенденциях в огородництве и рослиноводстве, эффективным выкористании глябезамельных ресурсов так само об личбовых подыходах у сельско-господарчей сферы. Самое главное – это учёба непосредственно на местах, на месте работы, учёба с наставниками, общение с наставниками. За каждым из вас закреплён руководитель, успешный руководитель, опытный, который знает, как сделать из хозяйства, скажем так, не совсем успешное, сделать хозяйство успешным. Проект продуглеживает как лекции, так и выезды в поспеховые господарки. Научание протягнется до костричника. По завершении каждого из блоков обовязковый экзамен. Завтра у дельники наведуют Мазырский район. Сумная новина пришла до нас сегодня ранится. И подчас проходжения туристичного маршрута сплава по Рацеп-Шеха у Краснодарским края трагично загинул наш земляк. Эколог, педагог, частый эксперт программ телерады компании Гомель, Роман Хлебин. И он народился в Гомеле, скончил Белорусский державный педагогичный университет имя Максима Танка. С 2008 года працавал методистом Гомельского державного областного эколого-биологичного центра детей и молодей. У студени 2022-го узначалил отдел науково-доследчий и проектной деянности Гомельского областного центра туризма и экологии детей и молодей. Роман Хлебин активно удельничал у организации семинаров, конференций, выставок, взлетов и практикумов для педагогов. Займался науковой деянностью, заявлялся автором шматликих методичных распрацовок эколого-биологичного профиля. Выхованцы Хлебина неодноразово становились дипломантами и переможцами республиканских и международных конкурсов. Роман Федорович был соправдным профессионалом и аматором своей справы и зауседу вёл за собой детей и молодь. В 2011 году при соавторстве Романа Хлебина на нашем телеканале стал выходить цикл передач «Эко-школа». Проект жил на протягу некоторых год. Все лето Роману повинно было исполниться 40 год. Коллектив телерады компании «Гомель» приносит широе спочувание родным и близким. Важный этап в жизни каждого мужчины на базе Гомельского городского лицея пройшёл день призывника. Бойцы в основе призыва уже пройшли медицинские огляды и отримали повестки. Некоторым из них навод присвоили военно-уликовую специальность. Мой отец проходил срочную военную службу во внутренних войсках. Также мой дядя проходил службу в ВДВ. Я вдохновился их примером и тоже отобрался в часть, которую хотел. Брат был призван во внутренние войска, прошёл там срочную службу, после чего остался на службу по контракту. Рассказывал, что армия дисциплинирует, помогает окупить физическую силу. Закончил дорожестроительный колледж, повестку получил на 2 мая на отправку. Это мероприятие важно для меня. Я хочу защищать свою родину. Будучи оборонцами, айчины отримали пожелания на дорогу с вузного комиссара города и представника Гомельской епархии. Десятки призывников и наученцев установок эдукации областного центра Мелимахчимысь так само погутарит с ветеранами военной разведки. Мероприятие сегодня наносит актуальную значимость. Во-первых, моральная составляющая является неотъемлемой для каждого военнослужащего. И поддержание её способствует хорошему выполнению поставленных задач. Военная служба – это особливая школа життя. Как отзначил комиссар города Гомель Александр Савянок, минавито от якости ее проходжения залежит в безопасности всей краины. Православные верники отзначают пасхальный тыдень. По традиции в эти дни у Гомеля проходит соборное служение. Под взводами Петропавловского кафедрального собора сегодня собрались представники духовенства Гомельской епархии. Поделить с ними радость християнского свято Великодня пришли так само шматликие верники. Подчас Боской Литургии, якую провел архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан, постоянно огучали слова великодного привитания «Христос у Воскресе». А про то, верники молились об одновлении миру. Еще однознаковая падея этого дня – хросный ход до помника святителю Кириллу Туровскому. Для Гомельщины его имя мое особливое значение. Завыдатное ораторское майстерство этого философа и проповедника называют белорусским православным златовустом. Сегодня у гонор Кириллы Туровского открываются помники и возводятся храмы. Министерство адукации Беларуси ввестило конкурс молодежных инициатив. Как означают организаторы, он проводится для поддержки активного отдела молодых людей в социально-экономических и громадско-политических процессах. Прием заявок по 8 мая включен. После чего Республиканская комиссия на протягу амаль двух тыднёв будет вызначать переможцев. Выники будут подведены 31 мая. Гомельская областная наториальная палата организует оброчинную акцию, промеркованную до дня Чарнобыльской трагедии. Бесплатные юридичные консультации проведут нотарусы Гомельской наториальной округи, специалисты Головного управления юстиции Аблвы Конкама и областной коллегии адвокатов. Мероприемство отбудется завтра на базе Публичного центра правовой информации при областной универсальной библиотеке имя Ленина. Задать свои пытания можно с 17 до 19 годин. Эти и другие новины вы можете найти в нашем телеграм-канале, а так же на сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Рогачеве девочка выпала с балкона на четвертом этаже. Несчастный случай произошел в многоэтажке по улице Гоголя. С предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ребенка госпитализировали. Девочка в сознании находится в ренимации под наблюдением врачей. Обстоятельства произошедшего уточняются. На автозаправке вблизи Гомеля правоохранители задержали наркокурьера. В мобильном телефоне жителя Калинковичей были обнаружены координаты места, где хранится оптовая закладка. В тайнике сотрудники наркоконтроля нашли 50 граммов психотропного вещества. В гараже задержанного было обнаружено и изъято еще 40 граммов аналогичного психотропа, две пары электронных весов, полимерные пакеты и изолента, предназначенные для фасовки наркотика. Возбуждено уголовное дело. Предусматривается до 20 лет лишения свободы. В Гомеле пенсионер получил ожоги рук при вспышке газовоздушной смеси. Случай произошел дома на улице Богдана Хмельницкого. Горожанин зажигал газовую горелку. Получив термический ожог, потерпевший обратился за медпомощью. Для разбирательства на место выезжала оперативная группа городского отдела по чрезвычайным ситуациям. В поселке Березина Будокошелевского района произошло возгорание жилого дома. Есть пострадавшие. В результате пожара повреждены кровли, потолочные перекрытия и имущества. В горящей комнате на кровати было обнаружено сильно обгоревшее тело хозяина дома. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В Калинковичах по улице Мира также не обошлось без пожара. В результате возгорания в трехкомнатной квартире повреждено имущество в комнате. Пострадавших нет. Одна из причин пожара – нарушение права эксплуатации электросетей и электрооборудования. Между тем, в Мозере на промзоне Михалки загорелся утеплитель трубопровода циркулирующей трассы. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина устанавливается. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Сотрудники РОВД оказали помощь водителю заглохшего автомобиля. Случай произошел в Речице. По словам водителя, в пути следования машина начала издавать странный звук, после чего заглохла. Стражи дорог смогли найти проблему и помогли завести автомобиль. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение. В студии Николай Зайцев. Здравствуйте. В мужском чемпионате Беларуси по баскетболу состоялись ответные четвертьфинальные поединки. Гомельские рыси уступили на своем паркете Борисфену 74-94. В первом матче коллектив из Могилева также праздновал победу 91-55. Действующие чемпионы страны баскетболисты Минска разгромили свою молодежную команду с результатом 101-41. Бронзовый призер прошлого сезона Гродно-93 сломил сопротивление столичного импульсбы Гуира со счетом 98-63. В последнем четвертьфинальном противостоянии Витебский Рубон справился с резервным составом Минска – 85-71 дома и 82-59 в гостях. В полуфинале первенства страны Борисфен сыграет с Гродно-93, а Минск с Рубоном. Белорусская Алина Змушко завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по плаванию в Казани. В решающем заплыве на 100 метров брасом спортсменка из Гомельской области уступила только хозяйкам соревнований. Евгении Чекуновой и Татьяне Белоногов. В финале на 50 метров ботерфляем еще одна наша соотечественница Анастасия Кулешова стала седьмой, отстав от тройки сильнейших на полсекунды. У мужчин представители Беларуси Иван Шамшурин и Григорий Пекарский остались вне полуфиналов. Неман и Батэ разошлись миром в первом матче 1-2 финала Кубка страны по футболу. Забивали в этой встрече только игроки Борисовчан. Однако на 58-й минуте защитник Захар Волков срезал мяч в собственные ворота и тем самым вывел вперед гродненский коллектив. Отыграться гости смогли лишь в компенсированное время. Автором взятия ворот стал нападающий Александр Шестюк. В итоге ничья 1-1. Ответная игра пройдет в Борисове 10 мая. Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира ВТА-500 в Штутгарте. Вторая ракетка планеты за час 17 минут справилась со спортсменкой из Чехии Барбарой Крейчиковой 6-2-6-3. Ключевым фактором в этой встрече стала подача. Соболенко выполнила 10 эйсов при одной двойной ошибке. Стоит отметить, что противостояние Крейчикова-Соболенко в этом сезоне состоялось уже в четвертый раз. Трижды победительницей выходила белорусска. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Николай Зайцев. Оставайтесь на нашем канале.